всем привет с вами ирина и канал my diy life и это садовый влог в этом сезоне как никогда хороши герани возможно потому что очень много влаги много дождей и особенно высокий и пышный но герани армянскую я в прошлом году вам уже показывала она очень высокая даже в плохие для нее годы ну а сейчас она видите мне по грудь то есть но больше метра в высоту так что имейте ввиду что разрастается достаточно в объемный куст единственное что с ней немножко может быть сложно для компоновки у нее очень яркий вырвиглазный цвет розовый поэтому я ее сажаю как видите с белыми розами у меня она в другом месте тоже сидит сиреневыми ну то есть чтобы розовый цвет не спорил с оттенком цвета роз но с белыми розами смотрятся очень классно обожаю ее просто хотя цветочки не очень крупные и честно говоря вот сейчас на жаре мне кажется она уже очень скоро цветет но я надеюсь что застанет полный расцвет моего белого штамба это кстати сорт бельгийской селекции тоже в прошлом году про него рассказывала о селекции ленса но помимо видовой армянской герани есть и множество сортов на ее основе у них более крупные цветки они еще более шикарно смотрятся я в прошлом году посадила одну такую герань она еще маленькая но тоже вам ее покажу у нее цветочки покрупнее чем у видовой смотрится тоже очень здорово геранию грузинской проблемы с сочетаемостью с цветом роз проблем нет никаких потому что вот такой фиолетовый оттенок шикарно сочетается с абсолютно любыми розами абсолютно любого цвета у меня здесь растет остинка мэри роз она розовая шикарное совершенно сочетание но тоже еще пока не зацвела я тоже надеюсь что герань не успеет отцвести до того момента как зацветет роза в этом году герани рано цветут но вот с ней у меня на самом деле вышел косяк с местом посадки потому что она у меня сидит на краю цветника и не знаю видно ли на камеру вот сейчас прошли дожди она развалилась куст у нее не очень устойчивый побеги легко паникают поэтому ее на самом деле лучше сажать куда-нибудь в серединочку цветника для того чтобы окружающие растения ее поддерживали ну либо ставить какие-то подпорки но если честно подпорки я не очень люблю потому что их всегда видно и смотрится это ну немножко не очень красиво на мой взгляд поэтому я и позволяю разваливаться как есть но в этом году на шикарно просто цветет не каждый год она меня радует настолько обильным цветением в этом году видимо потому что была мягкая зима может быть плюс сочетание жары и большого количества влаги способствовал тому что цветоносов очень много цветение прям невероятно обильное несмотря на этот разваливающийся куст я не пересаживаю герань с края цветника потому что по моим наблюдением герани пересадку очень не любят у них длинные шнуровидные корни отходящие очень далеко от основного центрального корня морковкой и выкопать большой куст без потерь невозможно а герань потом очень долго болеет и восстанавливается несколько красивых сортов я так потеряла теперь не рискую поэтому несмотря на то что место не самое удачное она к тому же растет в полу тени хотя как пишут предпочитает солнце трогать ее не буду возможно получится со временем отделить кусочек и отсадить на более солнечное место куда-нибудь центр цветника решила вам еще одну герань показать она у меня как раз тут по соседству растет это кстати явный пример того что не стоит вестись на картинке красивых каталогах герань махровая я конечно как большая любительница всего махрового повелась на вот эти чудесные розочки но жизнь она оказалась очень невзрачной потому что несмотря на то что цветочки махровые они просто очень мелкие каждый цветочек наверное сантиметра полтора и смотрится она несмотря на свою махровость совершенно не так эффектно как те герани которые я вам уже показала так что не всегда махровость и какая-то какой-то бешеный красивый цветок является гарантией того что эта герань будет здорово смотреться в саду когда вы смотрите на нее как на куст они на как отдельный цветок в одном из предыдущих видео меня спрашивали про черенкование роз не могу сказать что я большой спец покажу как делаю черенки я конце июня начале ильюля можно заниматься зеленым черенкование и розы и кустарники я черенкую одинаково на черенки годятся вызревшие зеленые побеги то есть те которые уже плотные и не гнутся лучше если это будет ветка с цветами или бутон эти самые цветки или бутоны нужно отрезать у роз лучше брать середину побега верхнюю часть цветками я обрезаю и листочки уполовиниваю чтобы не испаряли слишком сильно влагу лучше всего приживаются черенки с тремя четырьмя почка нижний срез я делаю примерно в сантиметре от почки и самый нижний листик обрезаю черенки перед посадкой я замачиваю в растворе стимулятор мне больше всего нравится гетеро ауксин пробовала разные но с гетеро ауксином у меня получается лучше всего я делаю на все черенки максимальную концентрацию две таблетки на литр воды минус гетеро ауксина в том что таблетки очень плохо растворяются их приходится ломать ножом на маленькие кусочки чтобы все хорошо разошлось раствор выливаем в подходящую миску и опускаем туда черенки после чего оставляем их отмокать на 10-16 часов я обычно сразу оставляю на ночь на следующий день втыкаю черенки в землю мне больше нравится сразу втыкать в отдельные горшочки или хотя бы все черенки одного вида в один общий горшок и отправляю их в парник до момента когда они пойдут в рост это значит что черенки укоренились уже начинают зацветать розы и вот одна из первых ласточек у меня в саду это штамп сорта eyes on me я его в прошлом году сажала показывала вам вот тоже во влогах и вот в этом году меня практически самый первый порадовал именно массовым цветением название у него в вольном моем переводе переводится как все смотрите на меня и действительно роза очень эффектно несмотря на то что не махровая но вот эти вот контрастные серединки я обожаю эти контрастные серединки они очень классно смотрятся она кроме того потрясающе пахнет я в том году этого не прочувствовала но сейчас когда она вся в цвету аромат чувствуется даже на расстоянии от штамба за несколько шагов он прямо очень насыщенный очень приятный не стандартный для рост такой скорее сладкий единственный наверное минус в том что конечно на такой жаре цветочки очень быстро отцветают но бутонов очень много поэтому я надеюсь что она еще долго будет меня радовать своими чудесными не махровыми но очень декоративными цветочками я как-то жаловалась вам что у меня в саду самым злостным сорняком является сныть но в этом году почетную пальмы первенства у сныти забрала вот эта штука всем известный вьюнок или граммофончики или научным языком выражаясь к листеге подзаборная она цветет розовыми цветками действительно похожими на граммофончики я думаю многие из вас знают его с детства и вот эта пакость она гораздо хуже сныть если со снытью я более-менее научилась справляться я мульчирую клумбой в этом году я все мульчировал навозом и она растет не очень активно ну а то что растет я быстренько выдергиваю и получается достаточно достаточно хорошо получается держать в узде то вот эту пакость я извести не могу она дает очень тонкие побеги их сразу не видно видно когда вот вырастает уже такое огромное нечто она ложится на кусты она заплетает розы пионы все что угодно куда дотянется и самое гадкое это то что ее корни если вы ее выдергиваете кусочек корня остался в земле точно так же как и у снытия она дает новый побег и разрастается заново и сколько я ее не пропалываю никак справиться с ней не удается если кто-нибудь знает хороший способ сражения с этой нечистью обязательно напишите мне в комментариях под видео я просто обожаю на перстянки и весь прошлый год я методично все найденные в саду сеянцы на перстянок пересаживала сюда на эту клумбу и в этом году все они зацвели честно говоря не знаю что получится из цветника когда зацветут розы потому что у меня здесь в основном оранжевые желтые персиковые розы и когда я сажала к ним на перстянки я об этом не очень подумала честно скажу просто тут было место и я их сюда все перетаскивала потому что на перстянки половина белых которые сочетаются со всем ну а половина розовых поэтому я думаю что меня ждет фруктовый салат но в принципе я не имею ничего против сочетания желтого с розовым в саду кстати напишите мне нравится ли вам такие сочетания потому что даже некоторые я знаю не сажают розовые розы с желтыми с персиками вместе я в принципе люблю сборную солянку у меня сидит все подряд и розовые в желтых и оранжевые с бордовыми с малиновыми и в целом все природное смотрится хорошо но на самом деле переживаю как это будет выглядеть возможно придется эти на перстянки перетаскивать после того как они отцветут они дадут новые кустики от основного побега и если мне не понравится то буду в очередной раз таскать эти сеянцы на новое место вообще не только на перстянки но и любые растения с вот такими вот вертикальными колоссовидными соцветиями с розами очень классно смотрятся это и вероники или вероники не знаю как правильно и шалфей и все вот тому подобное с такими вот колосками но кстати хочу предупредить если у вас есть маленькие дети не давайте им в рот брать цветы и листья в общем любые части тела на перстянок потому что они ядовиты если ваш ребенок любит все тянуть в рот то лучше наверное избегать сажать в саду подобные растения ну что же я как обычно жду ваши вопросы замечаний в комментариях под этим видео постараюсь на все ответить на на сегодня все всем пока